Приветствую вас! Я, конечно, попробую дать вам рекомендации относительно того запроса, который вы здесь опубликовали, но для начала мне бы хотелось сказать о коем-другом. Вот вы говорите, что ссоритесь из-за того, что вы его совсем не знаете, моего молодого человека. То есть все хорошо, вдруг вы говорите что-то, что может его обидеть, а сама этого не понимаю. Вы знаете, мне кажется ощущение, что вот именно природу обиды, как происходит обида, вы понимаете не до конца. То есть сама по себе обида это проблема человека. Это не ваша проблема, это проблема человека. В первую очередь это проблема человека. И это человек обижается, то это означает, что у него есть определенные конфликты, у него есть определенные трудности, он этот человек не уверен в себе и он не хочет ничего делать для того, чтобы эту ситуацию как-то менять. Ему проще обменить вас в том, что вы его не знаете и ставить вам условия. Кстати, что это за любовь такая, когда человек ставит другому человеку условия, дает последний шанс, дает 9 дней, ну а пройдет 9 дней и что? То есть он больше не будет с вами, то есть он уже готов с вами расстаться. То есть он уже по сути дела, наверное, в уме, в своем воображении, в сознании, он уже с вами расстаться, получается. Но если это так, то тогда вам и напрягаться не надо. А зачем? Вы уже и так по сути дела, ну как бы это сказать, его потеряли. И зачем вам еще что-то делать. То есть это такие вот довольно подозрительные, подозрительные моменты в его поведении. То есть вот это вот его дать последний шанс, узнать, необходимость узнать его поближе и так далее. Вот. Это все несколько стран. Потому что, как я уже сказал вам, ситуация такова, что если человек, если человека любишь, если человек любит, то он не будет ставить вам какие-либо условия. Он не будет ставить вам какие-то определенные рамки для того, чтобы вы действовали так, как именно хочет он. Это неправильно. Потому что, как бы, это эгоистично по отношению к вам. А значит, неверно. Теперь дальше. По поводу того, что, значит, как вам его узнать, задавая ему вопросов. Тоже очень интересный момент. То есть правильно я вас понимаю, что вы хотите узнать человека, но при этом бедный вопрос. И что значит узнать человека? Можно ли узнать человека за 9 дней? Нет? Нельзя. Потому что человека постигают, постигают, люди постигают друг друга всю свою жизнь. Если бы людей можно было узнать за определенный срок, ну это принципиально изменило бы отношения между людьми вообще. Это перевело бы отношения между людьми на качественно иной уровень. Даже если вы будете задавать вопросы, это все равно не даст вам уверенность, не даст вам гарантии того, что вы знаете человека. Это вам нужно очень хорошо понимать. Потому что, ну, чтобы вы не надеялись, чтобы вы себя не обманывали, чтобы вы не рассчитывали на то, что изначально невыполнимо. Это вот такой момент. Складывается у меня ощущение, что ваш молодой человек все-таки специально поставил вас вот в такие условия, чтобы вы как-то, ну не знаю, чтобы вы мучились, чтобы вы страдали, чтобы вы переживали, чтобы вы думали как сделать, что сделать. То есть, в итоге он вас, например, все равно бросит, например, в конце. То есть это нужно понимать. Понимать, что невозможно за 9 дней узнать кого-либо. Даже если, тем более, что вы не справились с этой задачей, ну, за 2 года. То есть, как бы, момент здесь именно такой. Далее. Ваши отношения в яме, спрашиваете вы. Ну, здесь хочется сказать, что, как, не то чтобы прям уж в яме. Просто, если молодой человек, вот, ведет себя так, если он ведет себя так, значит он уже не заинтересован в том, чтобы быть именно с вами в отношениях. Он заинтересован в том, чтобы у него была причина, чтобы у него был мотив для того, чтобы, ну, например, вас там скажем бросит, чтобы от вас, скажем, уйти. Если ему сейчас нужен мотив, повод, то он этот повод ищет. А вот почему он не может и не хочет уходить от вас просто, вот, ну, как, по желанию, да, вот, ну, скажем, просто отношения закончились, чувства прошли, он все время обижается, вы не та девушка, которая ему нужна, по его словам. И если это действительно так, то, как раз бы, кто заставляет его с вами быть тогда. И вот это еще один важный момент. На мой взгляд, по крайней мере, еще один важный момент, почему он не уходит от вас. Потому что для него важно, чтобы, важно выставить себя, именно себя, выставить себя жертвой. Не буду утверждать данного на 100%, но, по моему мнению, это именно так. И если это действительно так, то вам от этого человека лучше уходить. Чем быстрее, тем лучше. Ничего хорошего из этого не получится. Ну и, наконец, последний, последний момент, это как же вам все-таки постараться узнать его, значит, не задавая вопросов. Ну, пожалуй, кстати, отдельный вопрос будет к вам. А почему нельзя задавать вопросов? Что плохого в том, чтобы задавать вопросов? Вопрос тоже, кажется, вот не очень этот момент мне понятен. То есть, мало того, что вы должны его узнать за 9 дней, что нереально совершенно. Так, вам еще и вопросы ему задаваться нельзя. Это его условие такое, еще одно из условий? Ну, вы, я надеюсь, понимаете, насколько это, скажем так, карикатурно выглядит со стороны. То есть, страшная сторона, это выглядит так, что мужчина, мужчина просто с вами играет и все. Вот. Значит, для того, чтобы узнать человека, вам можно сделать следующее. Следите за тем, насколько оживленно он отвечает вам на ваши вопросы. Насколько оживленно он отвечает вам просто на сообщения, которые вы задаете ему, на вопросы, которые вы задаете ему, на сообщения, которые пишете ему и так далее. То есть, если говорить о интересах, о каких-то интересах, например, о его интересах, о его наклонностях, о его увлечениях и так далее. Если об этом говорить, то вы можете именно это, именно этот момент, вы можете выяснить только через, как бы, обратную связь от него. А обратная связь от него, это только степень оживленности с его стороны. То есть, вот насколько человек оживленно вам отвечает, ну, вот настолько ему и интересно. Вы можете сказать, что вот некоторые доли виновности, там, ты заинтересован в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, в том-то и так далее. Но это, на мой взгляд, я, конечно, не могу сказать за других экспертов, на мой взгляд, это единственный вариант, чтобы понять про вашего мужчину, про вашего мужчину, без каких-то вопросов таких вот ключевых. Хотя, признаться честно, и вопросы, которые вы могли бы задать, они тоже вызывают у меня сомнения. А какие вопросы вы можете задать? О чем вы можете спросить человека? Ведь он все сразу, получается, поймет, что вы хотите узнать о нем. И тут, получается, заданный круг. Это будет неестественно. Тем не менее, решать все же вам, если вы хотите в этом участвовать, то попробовать вы можете именно так. Но я думаю, что все же, Одно человек уже все для себя решил. Одно человек уже все для себя определил. Вот. Я думаю, так. Поэтому, о этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку «Помогу вам». Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!